Мудрый судья Одному юноше надо было поехать в дальние страны. Перед отъездом он отдал на хранение старику-соседу сто рупий. Отдал и уехал. Объездил он много стран и вернулся домой. Пришел к соседу и попросил вернуть деньги. Но старик оказался злым и жадным. Он притворился, что никогда не видел денег юноши. Юноша совсем было приуныл, но добрые люди научили его. «Пойди», — сказали они ему, — «к судье и пожалуйся на хитрого старика». Юноша так и сделал. Судья призвал к себе обоих. Сначала он обратился к старику. «Брал ли ты деньги у этого юноши?» Старик поклялся своей седой бородой, что этого не было. Тогда судья спросил юношу, «А есть ли у тебя свидетели?» Но, конечно, свидетелей у того не было. «Хорошо», — сказал судья. «А где ты давал старику эти деньги?» «Под одним деревом». «Пойди к этому дереву и позови его ко мне». Юноша подумал, что судья смеется над ним. Но что было ему делать? Он пошел к дереву. Судья и старик остались ждать. Прошло полчаса. Судье как будто надоело ждать. Он воскликнул. «Дошел ли он до своего дерева?» «Нет еще», — подобострастно ответил старик. «Прошел еще час». Судья опять спросил старика. «А теперь он пришел к дереву?» «Пришел», — ответил старик. Наконец юноша возвратился. Печально сказал он судье. «Дерево не пошло со мной, о мудрый судья!» «Теперь уже этого и не нужно, о честный юноша», — ответил ему судья. «Сейчас ты узнаешь, почему». «Я спросил твоего соседа, дошел ли ты до дерева?» «Он мне ответил, что еще нет». «Потом я спросил его еще, и он мне сказал, что ты уже возвращаешься». «Но как, скажи мне, о старец, мог ты знать, где находится это дерево, если ты под ним не брал денег?» Старик злобно плюнул от досады. Он понял, что его перехитрили. Пришлось ему вытащить из кармана сто рупий и отдать свой долг юноше.